Приветственное слово я предоставляю Творникову Екатерине Викторовне, заведующей отделом публикации научного использования документов Государственной археи Рязанской области, организатору Рязанского генеалогического клуба, который работает два года здесь, на нашей музейной площадке. И, в общем-то, мы действительно с Екатериной Викторовной и с Рязанским генеалогическим клубом стали практически партнерами. Екатерина Викторовна тоже просила непременно отмыть, потому что она член команды ЕНЭКСПО. Пожалуйста. Дорогие друзья, я всех рада видеть в Рязани. И действительно, знаете, все свои выступления я уже привыкла начинать. Всем привет, меня зовут Екатерина Дворникова. И сегодня для меня очень значимый день, потому что в Рязани впервые стартует генеалогическая конференция. Рязанскими корнями интересуется очень много людей, но, к сожалению, почему-то какого-то научного сообщества, близкого именно генеалогии, так, к сожалению, и не сформировалось. И в один момент у меня возник вопрос, что, с одной стороны, можно не любить наших исследователей, враждовать с ними, рассказывать про то, что они ничего не знают и не понимают, а иногда это реально так. А с другой стороны, можно немножечко поменять эту ситуацию. И, знаете, с одной стороны, когда ты постоянно говоришь, там, дурак-дурак-дурак, да, а с другой стороны, а почему бы не научить людей, как это делать правильно? То есть можно говорить, что это неправильно, и уходить от этого. Да, мы знаем как, но мы вам не расскажем. А можно рассказать, и так родился мой блог, который, наверное, и стал, не побоюсь этого слова, первым в таком социальном сетевом пространстве, первый такой архивный блог. А кто близко знаком с архивной системой, он понимает, что архивы – это действительно очень закрытые учреждения, и говорить открыто о своей профессии как-то, ну, не очень принято. А быть архивным блогером – это еще и очень, так сказать, непонятно. Очень многие мои коллеги, когда… Ну, я же сначала не афишировала, в итоге я его блог и веду. Но потом потихонечку это дошло до самых верхов у нас. И очень первый такой всегда вопрос был – а зачем тебе это нужно? Вот не понимали люди. Я говорю, ну, как бы, всегда, когда есть знания, им не хочется поделиться, и хочется сделать эту ситуацию лучше, чтобы наши пользователи архивной информации, они приходили в государственный архив, в том числе Рязанской области, и они реально уже понимали, что такое НСАЖ, что такое путеводитель, как работать с метрическими книгами, что такое ревизские сказки и так далее. И, возможно, этих людей надо действительно взять за руку и все им рассказать. И так потом из какого-то онлайн-проекта это переродилось в Рязанский генеалогический клуб, который вот в этом, на этой конференции стартует наш третий сезон. И я очень этому рада. И надеюсь, это будет продолжаться, продолжаться, продолжаться. Мы будем обрастать новыми членами, новыми интересными гостями. И действительно, история изучения своей семьи, она станет таким, знаете, не каким-то случайным увлечением небольшой группы людей, но это станет таким национальным проектом, когда мы и каждый будем знать, кто мы есть в истории нашей страны. Что вот то, что описано в учебниках по истории, и для многих учебник по истории, он остается таким вот школьным предметом, про который истории изучили, какие-то там зачеты сдали и забыли. И мы не ассоциируем себя с тем, что история России – это и мы тоже. Это наши предки. Сейчас очень много говорят о том, что мы изучаем, мы ищем информацию о тех предках, которые воевали в Великой Отечественной войне. Но как-то другие войны, они уходят на второй план. Есть Первая мировая война, есть Отечественная война 12-го года и другие события. И когда в ревицких сказках ты открываешь и видишь, что твой предок в ополчении 12-го года и не воротился, то тогда ты к этому событию уже начинаешь относиться по-другому. Для тебя это не только какие-то две строчки непонятные в учебнике, для тебя это твоя история и твоя страна. Поэтому я такой, возможно, не совсем правильный архивист. Я очень против архивной монополии. Я за то, что архивы становились все более доступными. Да, у нас очень большие проблемы. И проблемы именно связаны с финансированием архивов, про которые нельзя говорить. Это такая табуированная вообще вещь. Попробуйте сказать кому-нибудь, что рядовой архивист получает 15 тысяч рублей. Платить 15 тысяч рублей можно. Говорить о том, что вам платят 15 тысяч рублей, нельзя. Возможно, я сейчас скажу какую-то такую вещь, что вот моя сестра, она сидит здесь в здании, и она воспитатель в детском саду. Ее зарплата за один месяц составила на руки 39 тысяч рублей. Я начальник отдела публикации научного использования документов. Я окончила историко-архивный институт с красным дипломом. Мой стаж работы с августа 1999 года. Моя зарплата 29 тысяч рублей. Это так оценило меня, мое государство. И говорить об этом нельзя. Платить нам столько можно. У нас работают кандидаты наук, которые получают чуть меньше, чуть больше, чем начальники отдела. Платить им столько можно. Говорить об этом нельзя. И мне кажется, что как раз это та ситуация, когда, наверное, пора начинать говорить о наших проблемах вслух. И если мы не будем этого говорить, она никогда не изменится. Архивы никогда не получат дополнительного финансирования. Архивисты так и останутся на ученической оплате труда. А мы сейчас реально выживаем. И мне кажется, что именно привлечение к теме архива, потому что любая генеалогия, она без архива невозможна. Как вот нам сегодня уже рассказывали, да, и про нейрогенеалогию, про различные возможности поиска в сети интернет, но все равно вот на наш с вами век и на век наших детей все еще хватит того, что нам придется своими ножками ходить в архивы и работать с рукописными оригинальными источниками. Поэтому привлечение внимания генеалогии через вот эту конференцию к проблемам архива. И я очень надеюсь, что, конечно же, положительных моментов на этой конференции. Вот пусть наши какие-то такие вот отрицательные жалобы останутся вот здесь на открытии. Я очень благодарна тем гостям, которые откликнулись. Знаете, я уже, ну, второй год являюсь действительно членом команды Генэкспо, и я как-то привыкла работать с этими людьми и участвовать в каких-то их онлайн-проектах, оффлайн-проектах. И вот на следующей неделе мы уже едем в Сергеев Посад, у нас новые проекты. И я это воспринимала как вот, ну, само собой разумеющееся. Но когда я столкнулась с какими-то проблемами в организации этой конференции, и я не знала, как их решить. И тут один за другим, один за другим мне начала приходить помощь, и именно приходить помощь от моей команды. И я, если честно, была немножко в шоке. То есть когда я как-то участвовала в этом, я считала, да, нормально. Но когда ко мне так же отнеслись, я думаю, ну, потому что если вы посмотрите любые публикации Генэкспо, там всегда будет написано, мы одна семья. Вот. И это ведь реально семья. Есть родственники, которые любят друг друга. Есть родственники, которые иногда ругаются. Есть родственники, которые вообще игнорируют друг друга. Есть родственники, которые любят даже на кухне там поспорить. Но когда какая-то случается одна большая, ну, не беда уж, скажем, слава Богу, но проблема, которую нужно решить, реально это оказывается семья. Начинают общаться даже те родственники, которые игнорировали друг друга. Поэтому у меня большая благодарность проекту Генэкспо всем лекторам, которые приехали от этого проекта. У меня большая благодарность с рязанским лектором, которые нашли возможность поучаствовать всем нашим гостям, которые откликнулись лично на мое приглашение. И действительно, я надеюсь, что эта конференция станет и для вас очень интересной, важной. И это действительно Рязань когда-нибудь станет большой генеалогической столицей, куда люди будут приезжать ежегодно или хотя бы раз в два года, пока это не знаю. Но всем большое спасибо и добро пожаловать в Рязань. Спасибо.